МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Умный город должен начинаться с умных людей. Так высказался Аким Караганды Нурлана Убакиров, выступая перед учителями. Карагандинские педагоги провели традиционную августовскую конференцию. Семья, жизнь и, главное, свобода. Это главное, что заключенные из правительных учреждений передали через свои творческие работы. В областном музее изобразительного искусства открылась выставка в рамках смотра конкурса ЭНЮТ-2018. Спортсменка Эльмира Сыздыкова стала бронзовым призером азиатских игр. Сегодня она готовится к летней Олимпиаде, которая пройдет через два года в Японии. Там Эльмира намерена взять золото. В Караганде обсудили вопросы развития человеческого капитала. В стенах гимназии номер 102 состоялось августовское совещание педагогических работников. Мероприятие прошло с участием Акима города Нурлана Аубакирова. Традиционное августовское совещание педагогов состоялось в гимназии номер 102. Для участников заседания были организованы презентации проектов школьников, выставка учебников по обновленному содержанию, демонстрации электронной очереди в детские сады. Мероприятие посетил Аким Караганды Нурлана Аубакиров. Надо родителям разъяснять, что сегодня, если вы, условно говоря, не можете попасть в тот садик, который вы хотите, но рядом, там или через микрорайон, есть детский сад, а вы туда идите, чтобы дерево... Наши родители механики хорошо выполнили. В ходе выставки городоначальник познакомился с юными дарованиями, которые уже успели проявить себя на республиканской арене. В их числе Егор Лавренюк, ученик лицея номер 101. Юноша мечтает стать пилотом. Егор уже сделал несколько шагов на пути к своей мечте. Он занимается авиамодельным спортом и достиг многих успехов. Все благодаря кружку, который открылся в его школе. Вначале я начал делать самые маленькие самолеты, которые не управляются, просто метаются. Потом я начал делать радиоуправляемый самолет. Их у меня два. После начали делать деревянные модели самолетов, которые управляются, на которых стоит двигатель внутреннего сгорания. В этом году мы ездили на республиканские соревнования в Алмату. Я получил четыре медали. Это три медали второе место в юношеском и одну медаль в взрослом. Темой совещания стал человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции. В настоящее время в целях развития системы образования данная сфера пополняется новшествами. Делается упор на цифровизацию и изучение прикладных наук. С текущего года ученики третьих, шестых и восьмых классов будут обучаться по учебникам обновленного содержания. К нововведениям готовятся как школьники, так и педагоги. В течение учебного года, в летний период, на базе бывшего института повышения квалификации, как ПОРЛЕО, проводились курсы для учителей. Потому что в этом году на обновленное содержание образования переходят учащиеся третьих, шестых, восьмых классов. Поэтому все учителя, большинство учителей, которые будут преподавать в этих классах, они уже прошли подготовку по данному направлению. Если, допустим, в данные классы приходят молодые специалисты, они пройдут подготовку в ближайшее время. Цифровизация и стим-образование – ключевые элементы развития образовательной сферы. На сегодняшний день основные нововведения в сфере образования реализуются в свете методологии STEM. STEM означает наука, технологии, инженерия, искусство и математика. В этой связи очень широкое распространение сегодня получают различного рода кружки и занятия по робототехнике, программированию, насколько вы знаете. В то же время они теряют актуальности традиционные направления в виде науки и как царицы наук математики. На пленарном заседании к руководителям организации образования обратился Нурлан Аубакиров. Аким Караганды говорил о технологии Smart City. Городоначальник подчеркнул, что умный город должен начинаться с умных горожан, которые будут внимательны к окружающей среде и социуму. Также Аким города не мог не обратить внимание на вопрос взаимодействия родителей и педагогов. Он отметил, что это необходимо для успешного внедрения нововведений в образовательную сферу. Наша дальнейшая задача совершенствовать вот эти внедренные системы максимально, чтобы делать их удобными. Мне очень понравилось то, что сегодня Головина презентовала в той части, что родители поднимают какие-то вопросы, новые вкладки, новые вопросы, которые связаны с непосредственно функционированием данной системы и вносятся изменения. То есть по требованию этих родителей эта жизнь не стоит на месте. Мы должны давать удобный, понятный продукт для всех людей. Совещание продолжилось секционными заседаниями по предметам. Учителя обсудили такие вопросы, как функциональная грамотность, совершенствование кадровой политики, а также инклюзивное образование. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские полицейские задержали участников драки в одном из городских кафе. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. Проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса «Хулиганство». 23 августа вечером в одном из кафе, расположенном на территории центрального рынка, произошел конфликт между посетителями и персоналом. В результате ссоры двое посетителей ударили 35-летнюю сотрудницу кафе. Персонал вызвал охранников рынка и при задержании посетители оказали активное сопротивление. Участники драки были задержаны и доставлены в полицию. Обстоятельства выясняются. В Карагандинской области продолжается благотворительная акция «Дорога в школу». В ней принимают участие предприятия, бизнесмены и неравнодушные жители региона. Не остаются в стороне и представители религиозных объединений. В центральной мечети Анет Баба вручили подарки нуждающимся семьям. Акция «Дорога в школу», ставшая уже традиционной, проходит по всей стране в период с 1 августа по 30 сентября. Уже сегодня в областной мечети социальную помощь получили абсолютно все семьи, обратившиеся к представителям Духовного управления мусульман Казахстана. В этом году количество детей, получивших помощь от государства и добродушных жителей города, значительно возросло и составило около 350. Сегодняшнее мероприятие является традиционным, которое проводится Духовным управлением мусульман Казахстана. Акция, называемая «Дорога в школу», ежегодно проводится с целью оказания помощи детям-подросткам среди социально незащищенных слоев населения. Ежегодно список необходимых товаров составляется нуждающимися семьями и отправляется представителям Духовного управления мусульман. Проводящаяся в течение 10 лет акция «Дорога в школу» снабдила школьников такими самыми необходимыми школьными товарами, как портфель, тетради, ручки и прочее. Благотворительная акция поддерживает детей, стремящихся получить знания, ведь именно школа, по мнению представителей Духовной организации, является необходимым этапом в жизни детей для правильного формирования мировоззрения. Большую благодарность за проведение благотворительной акции, за оказание помощи и поддержки выразили родители. В прошлый раз нам дали первый день курбан айта, нам оказали, во второй день мясо дали. Еще весной, кажется, нам на Ораза Айт тоже помощь продуктами с другой мечети. Акция «Дорога в школу» проводится в Казахстане с 2008 года. Цель – оказание поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, подготовка детей к школе и предупреждение неявки детей в школу по причине отсутствия одежды, обуви и канцелярских товаров. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Танцевальный коллектив «Эдельвейс» поселка имени Габидена Мустафина удостоен гран-при Международного фестиваля детского и молодежного творчества. Фестиваль под названием «Убунту» состоялся в Астане. В нем приняли участие более 400 юных талантов со всех регионов страны. Участники образцового хореографического ансамбля «Эдельвейс» демонстрируют задорные танцы. Среди зрителей – руководители, преподаватели, а также руководители Бухаржираусского района и поселка имени Габидена Мустафина. Этот концерт не был запланирован. Провели его в честь радостного события. Юные танцоры стали обладателями гран-при Международного фестиваля детского и молодежного творчества «Убунту», который прошел в Астане. Дети, конечно, переживали, волновались, все от малышей до старших. Но у нас хорошая традиция поддерживать друг друга. И родители, и дети всегда поддерживают друг друга на выступлениях. Конечно, неожиданный был сюрприз, когда мы выиграли гран-при. И тем более денежный приз такой красивый для нас. Это вообще очень неожиданно. Было настолько много сказанных слов от жюри. Мы не ожидали, что нас так высоко оценят. И наш труд получил такой результат. Вместе с заветной наградой коллектив стал обладателем денежного приза в размере 330 тысяч тенге. Высоко оценивая юных артистов, жюри столичного фестиваля отметила музыкальность и эмоциональность танцоров. Педагоги уверены, что участие в таком масштабном мероприятии послужит отличной мотивацией для детей, даст новый импульс для развития творческих способностей. Они в поездках сплачиваются, родители сплачиваются, они учатся делиться, переживать друг за друга, они болеют друг за другом, они учатся. Учатся у других коллективов, когда приезжаем. Учимся и мы хореографу у других коллективов, когда видим другие коллективы. Я всегда детям говорю, знаете, не стыдно проигрывать сильным. И дети этого, слава богу, дети это понимают. Вот. И, естественно, у нас трой был серьезный. Мы хотели выиграть, и дети приложили максимум усилий. Мы повезли новые номера и не ожидали, что новые номера настолько высоко оценят. В ходе праздничного концерта много теплых слов поздравления высказали родители участников ансамбля, руководители Бухаржировского района и поселка имени Габидена Мустафина. Впереди у юных танцоров новые фестивали и конкурсы. И новые победы. В этом уверены как педагоги, так и дети. А родители обещали создать условия для полноценного творческого развития. Андрей Тенжа, Соловно Кулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Решение городских споров без суда и следствия. В Карагандинской области во всех судах активно внедряют примирительные процедуры в порядке судебной медиации. При районных и сельских акиматах открыто 77 кабинетов для проведения процедуры медиации. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции. Данный пилотный проект был запущен с учетом изучения опыта Сингапура. Там существует специальная категория судей, примиряющие стороны при поступлении дела в суд. С момента реализации проекта 50% дел закончились мирным путем. В регионе проводится разъяснительная работа по расширению сферы применения альтернативных способов разрешения споров. У нас открыты кабинеты медиации в Казбибийском суде и проводится пилотный проект в суде Октябрьского района номер 3, где прямо по алгоритму дела до рассмотрения по существу отдается суде-медиатору, который вызывает стороны и предлагает определенные условия для заключения мирового соглашения либо медиативного соглашения. Также особое внимание уделено ночным судам. Новый проект применяется в отношении административных правонарушений при дорожно-транспортных происшествиях. Ночные суды в первую очередь введены для удобства граждан. На данный момент в рамках ночных судов в течение дня рассматриваются около 15-20 дел. По словам сотрудников областного суда, данный проект не имеет никакие затраты и не нарушает трудового законодательства работников. Если правонарушитель признает и, допустим, нет времени в дневное время сходить в суд, сразу инспектор ГАИ предлагает рассмотреть данный спор в вечернее время и очень быстро, и фактически на третий день после ДТП судья, рассматривая дело, выдает постановление, но остается там 10 дней для обжалования. И по истечению, получается, 13 дней, ну 3 месяца и 13 дней, разница большая, выдается постановление и можно уже работать с возмещением причинения вреда. Стоит отметить, что есть и те, кто не готов к новшествам способов урегулирования конфликтов. Бесспорно, медиация – это необходимый институт, который практикуется во всем мире, но в нашей стране альтернатива судебным заседаниям все еще не пользуется особой популярностью. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Заключенные исправительных учреждений через творчество выразили свое отношение к жизни. В областном музее изобразительного искусства открылась выставка в рамках смотра конкурса «Эммет-2018». Семья, жизнь и, главное, свобода – это основное, что заключенные исправительных учреждений передали через свои творческие работы. В областном музее изобразительного искусства представлено около 60 работ. Из них 30 картины, 28 поделок декоративно-прикладного искусства. Тематикой конкурса является 20-летие Астаны. Выставка носит символическое название «Умит. Надежда». Я думаю, что название такое выбрано очень правильно и верно, потому что надежда должна жить в сердцах людей, даже если они находятся в местах лишения свободы и когда-то приступили закон. Надежда никогда не должна оставлять человека. И одной из ярких проявлений этого является творчество. Инициатором и организатором выступает Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. Отмечается, что данный конкурс проводится с 2000 года. На выставке можно ознакомиться с творчеством осужденных, посредством которого они выражают свои мысли и представления о жизни. Отношение к окружающей действительности. Картины и поделки выполнены в различных техниках и направлениях искусства. Творчество осужденных – это особая тема, трепетная тема, душевная тема. Такие выставки проходят у нас уже не первый раз. И мы постоянно замечаем, с какой кропотливостью, с какими стараниями, с какой искренностью сделаны эти работы. Творчество – это очень сложный процесс, требующий умственных усилий, физических, эмоциональных усилий. И самое главное – творчество делает человека добрее и чище. В состав жюри конкурса вошли представители Союза художников Караганды и научные работники музея. В разделе декоративно-прикладного искусства выделена работа Айдоса Габдулина «Астана. 20 лет». В изобразительном искусстве первое место досталось Сергею Мельникову за картину «Лидер нации». В департаменте уголовно-исполнительной системы подчеркивают, что в качестве приза победители получат грамоты и поощрения, которые повлияют на досрочное освобождение. И последнее на сегодня. Спортсменка Эльмира Сыздыкова завоевала бронзу на азиатских играх. Во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова состоялась пресс-конференция, в ходе которой наша землячка рассказала о своих впечатлениях от первых в ее жизни азиатских играх. Планами титулованной спортсменки поделился ее тренер. Очередную медаль на 18-х летних азиатских играх в копилку Казахстана принесла Карагандинка – мастер спорта по борьбе. Эльмира Сыздыкова завоевала бронзу, одолев соперницу из Южной Кореи. Напомним, такой же результат спортсменка показала и в 2016 году на Олимпийских играх в Рио. Однако в этом году Эльмира Сыздыкова выступала в другой весовой категории, которая еще не адаптировалась. К тому же спортсменка в азиатских играх принимала участие впервые. Не прошло и года, как я перешла в эту весовую категорию до 76 килограммов. Немного сложно, не адаптировалась до конца. Сказали все мои тактические ошибки, которые я допустила в борьбе с китаянкой. Поэтому я вернулась бронзой. Серебро и золото в данной весовой категории завоевали представительницы Японии и Китая. Личный тренер титулованной спортсменки признается, что выступление Эльмиры блестящим не назовешь. Однако он верит в способности своей подопечной и надеется на лучший результат на Олимпийских играх. Очень много можно сейчас рассуждать. Будем работать. Ошибки есть. Уже мы над ними разговаривали, обсуждали. Есть время до Олимпийских игр 2020. Поэтому будем работать и надеюсь, что все будет хорошо. Напомним, летние азиатские игры стартовали 10 августа в Индонезии. Они продлятся до 2 сентября. На данный момент у Казахстана 2 золота, 7 серебра и 19 бронзы. Тохжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Сова, Амстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова